Татьяна Корниенко Сначала я делала магнитики в обычной технике, просто писала картинку какую-то, выбирала в интернете, либо заказчик выбирал какую-то картиночку. Это были дельфины, море, маяк, что-то такое. А потом мне захотелось изучить технику точечной росписи, point to point. Затем Татьяна Корниенко решила попробовать свои силы в росписи уже картинок побольше. Интерес к творчеству у нее был всегда. Татьяна любила не только рисовать, но и посещать разные галереи. В 11 лет она поступила в художественную школу, однако задержаться там у нее не получилось. Из-за большой нагрузки различными дополнительными занятиями и кружками Татьяне пришлось бросить художественную школу. В своей работе заниматься творчеством ей было некогда. Зато декретный отпуск позволил Татьяне уделить достаточно времени любимому делу. Первый рисунок это был к новому году пес. Да, в технике, в такой интересной я его сделала, аквамарина. Он был очень яркий, на темном фоне. Вот, и моментально продался. Сейчас Татьяна Корниенко делает много разных поделок. Большинство из них даже удается продавать. Как правило, цену задает покупатель. За сколько готов купить, за столько и берет. 27 октября Татьяна провела мастер-класс для детей, на котором они учились делать небольшие магнитики с символикой будущего 2019 года и приближающегося праздника. Каждый мог выбрать любой рисунок из представленных, например, различных хрюшек, снеговика или снегурочку с елкой. Перевести изображение на основу магнитика, а именно на досочку круглой формы, предлагалось с помощью штриховки карандашом. На этот случай у Татьяны был свой лайфхак. Чтобы не пользоваться копировальной бумагой, которая пачкает основу деревянную, мы будем наносить карандашом, закрашивать фон здесь карандашом. Потом, прикладывая вот так вот к изделию, обводить контур. И он там просто отпечатается очень легко, без грязи абсолютно. Мастер-класс проходил в поселении Лесной в библиотеке. Организатором мероприятия выступила районная общественная организация многодетной семьи Пушкинского района. На мастер-класс пришло 14 детей. Две семьи из Пушкина, а все остальные из поселка Лесной. В прошлом году мы заключили договор социального партнерства с библиотекой городского поселения Лесной, что дало возможность нашим детям не только посещать библиотеку, читать книги, но также принимать участие в их мероприятиях. А теперь мероприятия подготовили мы, наша организация. И поэтому мы с большим удовольствием здесь проводим этот мастер-класс. Мы благодарны каналу «Твой Пушкинский» за идею, к которой мы подключились всем районам, о проведении мастер-классов для многодетных семей и детей. Цель этих мастер-классов, конечно, объединение детей друг с другом, знакомство друг с другом. И самое главное, выявление талантливых мам, которые не только сидят дома со своими детьми, а еще и делятся своим творческим опытом и мастерством. Весь мастер-класс был рассчитан не больше, чем на час. В выборе оформления картинки, самого изображения и декорирования работы детей не ограничивали. Каждый мог сделать магнитик таким, каким только пожелает. Мне нравится время года зима, я обожаю снеговиков. А сложно было сделать и такого? Не очень. Ну а что, какой самый процесс был сложный? Самый сложный, наверное, обводить черным было. Почему? Не знаю. А почему он у тебя именно на фиолетовом фоне? Потому что мне нравится фиолетовый цвет, он успокаивающий. А вы первый раз такое делаете? Нет. Я еще птичку разукрашивала. Так же на магнитике? Нет, не на магнитике, а просто раскрашивала. А так мы еще в школе делали. В планах у организаторов проводить мастер-классы по всему Пушкинскому району. Семь из других поселений уже проявили интерес к мероприятию и хотят принять участие в нем. Евгения Коломинец, Владимир Парфенов, телеканал Твой.